Are you ready? Итак, сегодня мы с вами стоим 30-40 секунд, в дальнейшем будем добавлять, стоим, и потом сразу же меняем на другую руку. Данное упражнение укрепляет все группы мышц, потому что они напряжены во время того, как ты стоишь в этой планочке, на одной руке и на второй. Если ты хочешь добавить, принимаем упор на две руки и также стараемся стоять, чем можно дольше. Второе упражнение на координацию. Это упражнение выполнять хорошо, чем можно дольше, но если у тебя получается 30 секунд, 40 секунд, ничего страшного. С каждым разом ты будешь добавлять время и у тебя будет полчаса. Поднимаешь ногу вверх, поднимаешь руки вверх, закрываешь глаза и стараешься чем дольше простоять на одном месте. Желательно это упражнение делать на ровной твердой поверхности, чтобы держать баланс. Но если у тебя мягкий, как у меня пол, это в два раза труднее. Это для тебя только будет плюсом. Сейчас делаем упражнение лодочка. Важно в этом упражнении подыбать ноги и руки одновременно, но не нужно их опускать до конца. И смотреть всегда стараться впервые. Такое упражнение нужно делать на выдохе, стараться, когда ты выдыхаешь, поднимать руки и ноги. Делаем его 15 повторений, 3 серии. Следующее упражнение у нас для рук. Это классические отжимания. Так что погнали отжиматься. Также, когда отжимаемся, стараемся подниматься на выдохе. Делаем вниз. Стараемся коснуться грудью пола. И на выдохе поднимаемся. И последнее упражнение в сегодняшнем нашем уроке – это пресс. Лжимся на спину, стараемся пережать поясницу максимально к полу. Руки ложим на височки и тянемся подбородком вверх. Также все делаем на выдохе. Внимание и пресс. Делаем 3 подхода по 15-20 раз. Стараемся делать это все ежедневно. И, конечно, занимаемся спортом в домашних условиях. С вами был Дмитрий Игнатенко. Болейте за хоккейный клуб «Донбасс». Занимайтесь спортом. Всем здоровья!